Дорогая молодежь, всех сердечно приветствую. Зовут меня Андрей, я из города Новосибирска. Тему, которую выбрали, уже была озвучена и провозглашена. И то, что братья поручили лично для меня, рассмотреть тему, и мы с вами попробуем посмотреть на тексты Священного Писания, что Иисус Христос говорил о втором Своем пришествии. Я, когда рассуждал на эту тему, я решил еще задать несколько вопросов. Ну, мы посмотрим на вопрос такой, как будет выглядеть второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Еще один вопрос, который мне стал очень интересен, это когда оно будет, второе пришествие. И еще вопрос, который тоже стал очень важным и считаю важным, какие предупреждения Иисус Христос говорил, когда говорил о Своем втором пришествии, или к чему готовиться нужно, или как оказаться готовым ко второму пришествию. Знаете, однажды Иисус Христос выходил из храма, а ученики Его наедине спрашивают, ну, я так представляю, такая домашняя обстановка какая-то была, они показывают Ему храм, здание, вот эти сооружения, колонны, возможно, какие-то архитектурные там были, очень изящные, красивые, вот, оформление этого здания было. А Христос посмотрел на это все и говорит о том, что скоро это все разрушится. И учеников это очень сильно заинтересовало. И они наедине спрашивают Его, Господи, Ты скажи нам, когда это будет? Какой признак Твоего пришествия и вообще кончина света? Когда это будет? И Иисус Христос сказал им очень сильную, насущную, хорошую проповедь. Называется она проповедь на Елеонской горе. Друзья, и вот интересно, что Иисус Христос говорил о Своем Втором пришествии. И в истории человечества, мы знаем много различных случаев, если посмотреть историю, было очень много предсказателей, которые хотят предсказать эту дату, которые хотят как-то изучить более глубоко этот вопрос. И сегодня Слово Божие нам открывает, что мы сегодня должны концентрироваться не конкретно на какой-то дате или на чем-то еще, а мы сегодня должны посмотреть на свою готовность к этой встрече. И не так важно, когда эта встреча произойдет. Вот в послании к евреям, в 9 главе, 28 стихом, автор говорит о том, что Иисус Христос второй раз придет. Молодежь, а у меня к вам вопрос. Поднимите руку, кто верит, что Иисус Христос первый раз приходил. Мы сейчас пропели такой гимн «На небесной перекличке буду я». Я посмотрел специально, все поют. Значит, все хотят на небесную перекличку. Это та будет перекличка, когда будет уже после второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И я бы хотел, чтобы это общение, оно не просто закончилось таким потоком информации для каждого, а закончилось это общение для того, чтобы ты в сердце своем действительно имел это свидетельство. Не просто пропеть этот гимн, что я буду на небесной перекличке, а чтобы и жизнь твоя, и внутреннее состояние сердца твоего, оно действительно свидетельствовало о том, что ты точно будешь на этой небесной перекличке. Друзья, в первый раз, когда Иисус Христос приходил на эту землю, у Него была цель и задача определенная. И мы находим в книге Библии очень много этих разных целей, которые Христос объявлял и говорил. Он приходил для того, чтобы спасти людей. Второй момент, он приходил для того, чтобы открыть людям Бога Отца. Еще на что обратил внимание, он показал, как должно исполняться заповеди. Это его первый приход. Пришел для того, чтобы умереть за грехи мира. За весь грех мира умереть, принести себя в жертву, и чтобы эта жертва была Богу благоприятная. И это он совершил. И дело, которое Господь ему поручил, сам Бог, написано так, что он его исполнил. А второй раз он явится, написано конкретно, не для очищения от греха, а для ожидающих его воспасения. И молодежь, сегодня очень важно быть как раз вот в этой категории людей, ожидающих на небесной перекличке «Буду я». А значит, буду, значит, я буду себя настраивать, значит, буду жизнь свою устраивать так, чтобы я там действительно был на этой небесной перекличке. Как будет выглядеть второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа? И в Англии от Луки, в 17 главе, 24 текстом, здесь сказано так, Иисус говорит, «Как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет и Сын Человеческий в день свой». Друзья, я так представляю для себя, что это будет что-то такое молниеносное. Недавно, вот в этом году, у нас в Новосибирске был гром, дождь, тучи резко так пришли, ветер, и прям гром гремит. А у меня дети бегали на улице, играли, и один другому говорит, «Кто-то по небу ногами стучит, быстрее домой». Я так представил, думаю, интересно, а вот когда Господь придет, о чем будут думать люди? Ну, Евангелие открывает нам, в Евангелии от Матфея, там Христос раскрывает немножечко, что жизнь будет проходить обычным чередом, пока не произошел написано «потоп». Потом резко начались и думать. Друзья, ну, во второе пришествие это, может быть, оказаться уже поздно думать. Поздно. Друзья, интересно, что книга «Откровения», вот в первой главе, там сказано такое слово, что «узрит его всякое око». Это говорится о пришествии. Оно не то, что, знаете, вот как самолет где-то мы увидели вдалеке, и чуть-чуть его уже не видно. Нет, когда Господь придет, это будет такое явление, что все-все его увидят. Трудно это объяснить, как это будет происходить, но все поймут, что это Господь, это Сын Человеческий. Еще сказано в Слове Божьем о том, что Он придет в сопровождении ангелов. Ну, вот недавно, может быть, где-то видели такие фотографии, скопление массы людей. Вот смотришь 100 тысяч людей, да, смотришь там, ну, где-то еще больше людей. И вот, ну, не видно, много-много людей. Друзья, мне трудно представить, как Господь придет со своими всеми ангелами. Но, возможно, возможно, это будет тоже такое большое-большое явление. Все это будет где-то в воздухе. Друзья, и когда это, Он явится, я думаю, что не будет ни у кого сомнения, что это такое. Может быть, это какая-то другая страна, там нас запугивает. Нет, написано, все поймут, что это Сын Человеческий. Это Иисус Христос придет за ожидающими. Еще что, обратив внимание, что в день пришествия Господа нашего, друзья, знаете, в откровении написано, воскреснут все и мертвые, и живые, и пред Ним предстанут. И я удивился, думаю, как же это так? Значит, все те, которые раньше умерли, это две тысячи с лишним лет назад, и нынешние, которые живут в это время в пришествии, вдруг они все предстанут. Это сколько людей? Ну, сегодня, говорят, ну, там, к восьми миллиардам приближается численность. А если они все восстанут, все воскресные те, которые умерли, друзья, это будет великое-великое множество. И они все предстанут перед Господом нашим, Иисусом Христом. Второй момент, на который тоже хочется обратить внимание, это когда произойдет это пришествие. В Евангелии от Матфея, в 24-й главе, учеников это тоже очень сильно интересовало, когда же придет Господь, вот когда будет кончина века. И Христос, как бы отвечая им на этот вопрос, Он им говорит, что о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Братья и сестры, молодежь дорогая, Иисус Христос пришел для того, чтобы нам открыть Отца Небесного. Итак, пришествие Господа, оно не будет для кого-то страшным, таким ужасающим, для тех, которые знают Отца Небесного. А ведь Отец своим детям разве зла поживает? Разве Он им что-то плохое сделает? Нет, конечно. Те, кто знает Отца Небесного, те и не пропустят пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос говорит о том, что будут сопровождать какие-то определенные признаки. То есть, что-то будет вот идти, то, что будет говорить о том, что День Господень, Он приближается. И Христос перечисляет в Своей проповеди здесь некоторые моменты. Я хотел на них обратить внимание. Вот в шестом стихе сказано, «Услышите о войнах и о военных слухах». Друзья, вот разговоры о том, что будет война, это значит будет нестабильность, массовые какие-то недовольства друг на друга, народ на народ. Христос, говорю, это говорит о том, что День Господень приближается. Нет, не это военное какое-то движение, не какая-то война – это День Пришествия. Нет. А это говорит о том, что День Господень, Он приближается. Дальше Он говорит о том, что будут какие-то катаклизмы, какие-то стихийные бедствия начнутся. Друзья, при всем этом, я так понимаю, что история человечества вообще знает различные катаклизмы, которые случаются. Но когда будет это явно приближение ко Дню Господню, возможно, это будет какое-то сконцентрированное событие на событии. Друзья, все это будет параллельно сопровождаться, я так понимаю, еще и гонением на христиан. Христос тоже об этом говорит, о том, что вас будут гнать за имя Мое. Друзья, я обратил внимание, что именно за имя Мое. Вот знаешь Христа, веришь Богу, будешь изгнан. Будут над тобой смеяться, пренебрегать будут тобой. Как-то на работе у нас, мы работаем, у нас есть люди, мусульман, и вот как-то мы стояли там, и он подходит, говорит, а вот у нас мы знаешь, как молимся, мы знаешь, как молимся, мы вот три раза или четыре раза там в день склоняем колени, вот в сторону туда молимся. Я говорю, а у меня тебе вопрос есть. А вот если, допустим, время не подошло, а мне надо помолиться, как быть? Он говорит, надо соблюдать строго, и вот тогда Бог тебя услышит. Я говорю, а в этом плане наш Бог, ну вот как-то поближе и как-то получше. Вот смотри, мы можем нашему Богу молиться всегда. Он говорит, ну интересно, получается, я могу в любой момент помолиться? Конечно, в любой момент ты можешь помолиться. А потом он говорит, нет, знаешь, Андрей, вот давай, знаешь, так договоримся, ты принимай мусульманство, и мы тебя мулой сделаем, ну там какой-то сан дадим. Я говорю, знаешь, в этом плане наш Иисус Христос намного лучше. А почему? Он, знаешь, он, говорю, меня обнял и говорит, Андрей, я все грехи твои простил, которые ты сделал и еще сделаешь, я их все на Голгофе простил и очистил. Он говорит, нет, он говорит, я так не готов, такой Христос, не-не-не. Я говорю, знаешь, тебе лучше христианство принять. И знаете, как все перевернулось. Вот за имя Христа взаимоотношения между людьми, и мы сегодня живем в такое время. Попробуй сегодня расскажи людям, ну так скажем, которые в этой жизни себя утверждают о Христе. Они тебе скажут, не надо нам это, не надо. И будут как-то уходить от общения, друзья. Я понимаю, что в день пришествия Господа нашего Иисуса Христа это очень сильно сконцентрируется. Может, будет на каком-то официальном уровне будут гонения на христиан. Друзья, и хотелось еще посмотреть один вопрос, или тот, который был задан. Какие призывы Иисус Христос говорил о том, что день Его пришествия приближается. Евангелие от Матфея, 24 глава. Иисус Христос здесь говорит такие слова в 4 стихе. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И вот, дорогая молодежь, я, знаете, я выписал вообще 7 призывов. Я хочу очень коротко на них, на каждом остановиться, для того, чтобы мы могли помнить. Считаю это важной частью слова, друзья, берегитесь. Вот последнее время, последнее время, наше время, оно очень сильно, вот, может быть, посмотрите, вспомните те места, где вы живете, те города, сколько различных церквей, сколько динаминаций. Недавно выхожу из своего дома, у меня в почтовом ящике буклетик. И так вот написано, как молиться, чтобы Бог тебя услышал. Я думаю, интересно, кто же, может быть, наши кто-то там положил, мы узнаем, такого буклета нет. А написано, официально, новокузнецкая, христианская, там, вера, не помню дальше, как название, там, длинное название было. И вот, все так законом там объяснено, значит, они занимаются миссионерской деятельностью. И вот, братья и сестры, друзья, дорогие, берегитесь, чтобы кто вас не прельстил. Иисус Христос говорит, что это признак, это призыв, и в то же время и признак, что в последнее время будут много обольщения. Христос там ученикам так говорил, будут так говорить, а вот там Христос, вон туда идите, в ту церковь переходите, идите. Вам здесь не понравилось? Идите в другую церковь, идите туда. Вот там, вот там тот служитель, там все намного лучше, с вашими грехами вас там простят, все будет нормально, никто вам ничего не скажет. Друзья, я понимаю, это вот признак последнего времени, обольщение. И люди где-то вместо того, чтобы проанализировать свою жизнь, совместить ее с Евангелием, ищут того, что нравится. Того, что нравится. И оказываются обольщенными. И Христос говорил, берегитесь. Друзья, второй момент, на который Христос тоже обратил внимание, здесь сказано так в шестом стихе. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Друзья, не ужасайтесь. Это тоже призыв. Вот будет, я не знаю, наверное, Христос говорил о нашем времени. Сегодня, ну вот мы телефон достанем, там новости, и вот ты, как будто бы ты участник всех этих событий. Вот они тебя ввергают в определенные переживания. Недавно как-то соседка подходит, говорит, вот, посмотри, там где-то там в центре России что-то произошло. Я говорю, зачем вам эти переживания? Зачем вы голос себе загружаете вот этими лишними переживаниями? Живите вот, вот нашим районом, так скажем, нашей обстановкой. Друзья, а ведь это все нагнетает на нас такую обстановку. И Христос здесь говорит, не ужасайтесь. Вот этот период времени, мы сегодня так живем. Столько новостей, столько различных групп, столько различных. Один брат говорит, я удалился, стой, стой, группа. Это какие-то группы такие вот там. Говорит, вот в их церкви переживания, вот пусть они молятся, переживают. А я прочитаю, ночь не сплю, переживаю. Друзья, и мы где-то сегодня живем в такое время. И Христос говорит, не ужасайтесь. Будут информации доходить до нас, различная переживательная информация, трудная информация. А Христос говорит, не ужасайтесь. Это время приближения Дня Господнего. Друзья, еще в Евангелии от Матфея, в 25 главе, где сказано о притче о десяти девах, где пять разумных, пять неразумных было. Вы помните, там вывод такой интересный. Христос говорит 13 стихом. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И я обратил внимание, что это слово, оно звучит для как раз для тех, которые стоят вокруг Иисуса Христа, которые слушали эту притчу про пять разумных и пять неразумных. Проблема неразумных. Масло, светильники погасли, потому что недостаток масла. Да ведь это же наше время, молодежь дорогая. Сколько мы сегодня уделяем времени лично изучению Слова Божьего. Сегодня произошла такая подмена. Пожалуйста, вот тебе канал, слушай проповеди с утра до вечера. Слушай, наслаждайся. На работе слушай, слушай дома. А когда же ты лично встанешь, попросишь благословения, чтобы Господь тебе открылся, прочитаешь Слово Божие. Когда ты лично потом помолишься, попросишь у Господа, чтобы Господь послал тебе человека, которому ты мог рассказать о той мысли, которая тебе получена. Друзья, дорогие молодежь, сегодня Господь ищет с нами вот этого живого общения. И хочет, чтобы это масло внутри нас, оно всегда было. Чтобы если в нашей жизни, как там в притче сказано, все задремали и уснули. Но когда раздался голос, жених идет. Что произошло? Мудрые ты поправили светильник. Было что поправлять. А у разумных, неразумных не было. Друзья, и это трагедия нашего времени. Придут обстоятельства. Я не знаю, в армию заберут тебя. Судьба сломается. Или что-то еще там произойдет в твоей жизни. Окажешься один. Как будешь поправлять свой светильник? Как-то жена мне говорит. Вот хорошо, что в молодежи нас заставляли учить наизусть стихи. Папа нам дома рассказывал много библейских историй. И вот я сегодня... Ну вот нету времени. Детки маленькие, где-то суета, жизнь. И все, знаете, говорит. И вот живешь как будто бы прошлый. Хотя нет, вроде бы Библию и семью читаем. Но вот такого вот углубления, вот мне кажется, молодежный период, это самый важный такой период, когда ты можешь напитаться, углубиться, для того, чтобы когда прозвучит этот голос, или может быть в жизни твоей что-то случится, нужно действительно вот это бодрствование. И остаться верным. И тебе будет намного легче. И Христос говорит, что вот этот признак, этот призыв, бодрствуйте. Друзья, еще один призыв, на который тоже хочется обратить внимание. В 21 главе Евангелия от Луки Иисус Христос здесь сказал такие слова. Я прочитаю 14 стих. «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которую не возмогут противоречить и не противостоять все противящиеся вам». Будет вот этот признак, о котором я уже упомянул, это признак посреднего времени, когда будут за имя Господня, за имя Христа, будут и молодежь, и детей, и церкви, и братьев, сестер, всех будут гнать. Будут всячески неправильно притеснять и засловить. Друзья, и, возможно, мы в какой-то степени уже где-то отчасти соприкасаемся с этим. Друзья, и Христос говорит, «Не обдумывайте, не планируйте заранее. Я дам вам уста». Друзья, молодежь дорогая, это те уста дастся, у которых будет вот это масло, те, которые бодрствуют, те, которые Христа любят, те, которые имеют с Ним это общение, те, которые являются ожидающими дня пришествия Его. Друзья, в Евангелии от Луки, 21 главе, дальше, 28 стихом сказано так. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклоните и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Это тоже призыв, о котором Христос говорил. Вот когда вы увидите вот эти все события сбывающиеся, молодежь дорогая, да не вниз смотреть надо, не вниз опускать голову и говорить, «Ой, что же происходит со мною? Там что-то произошло, там трагедия, там трагедия». Написано, что будут воздыхать смятения в народах. Писание говорит, «Народу Божьему восклоните, поднимите голову вашу, посмотрите на небеса, на небесной перекличке буду я, там нас ожидает, там близится наше избавление, туда мы идем». И эти все события, они должны нас подготовить, поправить свои светильники, кому-то покаяться, кому-то наладить отношения с личным изучением Священного Писания, кому-то молитвенную жизнь поправить, кому-то очиститься от различных грехов, поднять свою голову к Богу. Друзья, следующее, на что тоже хочется обратить внимание, здесь в 34 стихе сказано так, «Христос говорит, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Вы представляете себе обстановку такую, что кто-то собрался и пошел куда-то отягчать свои сердца или воплощать отягчение своего сердца посещением различных кафе и так далее, и так далее. Друзья, и в этот момент произошла встреча народа Божьего с Господом. Я вспомнил такой случай из жизни своей. Как-то, наверное, это был третий класс, классная руководительница, вот помню, ее звали Марина Анатольевна, она всегда как-то так усмешкой относилась к нам верующим, ко мне лично. И всегда так говорю, вот все пойдем в кинотеатр, а Янс не пойдет. Ну ладно. А тут как-то вот она говорит, да мы пойдем в кинотеатр смотреть правила дорожного движения. Ну там ничего такого не будет. По-моему, даже она родителям позвонила. Я дома там папу всячески пытался там, чтобы он мне разрешил. И он разрешил, представляете? Он разрешил пойти в кинотеатр. Я такой счастливый, с классом иду, вот помню, по аллее заходим. Это, конечно, не дом молитвы, все там мрачно, печально, свет выключили, вообще страшно стало. Я сижу, и у меня внутри просто переживание. Я молюсь, Господи, а если ты сейчас придешь в кинотеатр, то ты не возьмешь. И все. И я вот ничего не помню с этого правила дорожного движения, вообще ничего не запомнил. У меня были просто внутренние переживания. Господи, только за церковь не приди. Вот только не приди за моими родителями. И я помню тот момент, когда это все закончилось, и объявили, выходите. И мы вышли на улицу, и классный руководитель нам говорит, теперь можете идти домой, ну вот кто куда хочет. Раньше, как бы это можно было детям вот свободно до дома добираться, без взрослых. И я помню, как я бежал домой посмотреть, а было ли пришествие или нет. Друзья, я потом понял, что папа с мамой молились, чтобы это чувство у меня было. Друзья, дорогие, хотят наши родственники, хотят наши родители, хотят все наши верующие, спасенные, и церковь хочет, чтобы мы все, вот даже в еще большем составе, встретились на этой небесной перекличке. «Смотрите же за собою». Христос говорит, чтобы сердце ваше не было течено. Речь не идет о том, что вкусно покушать. Речь не идет о том, что три раза в день кушать. Речь идет о том, что сердце может быть занято, как бы только и кушать, и кушать, и кушать. Друзья, и Христос здесь говорит, что и пьянство может постигнуть людей. Христос здесь говорит о том, что и заботы житейские, они могут так нахлынуть, так преподнести, как вот в наше сегодняшнее время, когда все возможно, когда мы сегодня себе должны в принципе даже ограничивать в этих заботах житейских, потому что их так много. А у меня сегодня спевка, а у меня сегодня собрание, а у меня сегодня труд в доме молитвы. И я должен поставить, сказать нет за этим заботам, отодвинуть их на завтра. Друзья, молодежь дорогая, Христос говорит, смотрите же за собою. И нам сегодня предоставляется эта возможность посмотреть на свою жизнь, ни на брата, ни на каких-то кого-то еще, на себя. А как у меня этот вопрос стоит? А может, мое сердце уже сейчас или еще сейчас оттягчено? И я переживаю, а как там моя работа? А как вот дом там доделать? И вы знаете, нас в смысле могут эти посещать. И богослужение, вот это собрано, одна из целей для того, чтобы мы посмотрели все вместе на Иисуса Христа, а Он у нас ожидает. Друзья, последнее, тот призыв, который здесь тоже сказан в 36 стихе, дальше Христос говорит такие слова. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Немножечко здесь такие слова употреблены, которыми мы сейчас не пользуемся. Я немного посмотрел другие переводы. Это в другом переводе сказано так. Бодрствуйте и молитесь о том, чтобы хватило сил избежать всего, что случится, и стать в присутствии Сына Человеческого. И я так понимаю, друзья, молодежь, мы сейчас вместе еще склонимся и помолимся. И этот призыв как раз для нас сегодня. Давайте мы склонимся и кратенько Богу скажем, Господи, а я хочу Тебя увидеть, а я хочу быть на этой небесной перекличке, а я хочу сегодня быть бодрствующим. И если в моей жизни есть то, что меня отягчило, забота, объединение, или какое-то упьянение интернетом, или какими-то социальными группами, просто опьянение таким образом, что я просто не могу и минуты, и пяти минут прожить без этого, оно меня закружило и захватило, молодежь, дорогая. Давайте мы вместе помолимся и попросим Бога, чтобы Господь в день пришествия Своего нас взял. И мы, когда явимся пред Ним, не с постыжным лицом, а с дерзновением, пристанем пред Ним и скажем, мы дети Твои, мы старались жить свято. Аминь. Склонимся, будем молиться.